Здравствуйте! Именно в это время общая становится частным, а невидимые вроде бы с первого взгляда деталей становятся зримыми. В студии Иван Стрижов мы начинаем. Купальный сезон стартовал. Какие водоемы уже открыли? Где появится новый официальный пляж? Над полями, над лесами. Пожароопасный период уже начался, что удалось увидеть нашему корреспонденту. Когда соседи против, тамбурные двери в тюменских подъездах могут уйти в прошлое. Прецеденты уже появились. Прохлада и дожди, которые еще недавно властвовали в наших краях, сменились другой крайностью. Виртуальные синоптики утверждают, что на ближайшую неделю будет около 30 градусов. Спастись от жары можно в прохладной водичке. Благо, что на этой неделе в областном центре стартовал купальный сезон. Сейчас официально открыто три места. Примечательно, что в границах Тюмени в этом году оборудуют дополнительный пляж. Все разузнал мой коллега Алексей Козлов. Водолаз готов к погружению. Это озеро Липовое, и спасателям предстоит проверить около 100 метров дна у берега. Если встречается мусор, его отправляют на сушу. Водолаз обнадеживает. Место хорошее. Много грязи? Нет, грязи немного. Очень чистый пруд. Очень чистый. Грунт вообще. Травушка есть, а так все красиво. Сейчас на всех экваториях много воды. Когда она уйдет, береговая линия будет проходить на несколько метров дальше, чем сейчас. Пляжи, которые соединяются с реками, там есть затруднения, вода высокая. Небольшое время, конечно, подождем, когда вода спадет. И потом уже приступим к обследованию. Это один из неофициальных пляжей. Песчаный карьер в Тюменском районе. О популярности можно судить по количеству мусора. Место красивое, вода чистая. Но здесь регулярно погибают люди. Каждый год 2-3 человека. Это один карьер. И вот через дорогу второй карьер. Вот они как соревнуются. А глубина какая здесь? Это привлекает-то тем, что песок, дно песчаное? Да, конечно. И место хорошее, дно песчаное. И вода почище, чем где-нибудь даже на озере Андрейском. Опасность в том, что тут местами есть очень глубокие. Вот здесь можно пройти метра 2-3 и сразу будет метров 5-6 глубина. Если вот люди, которые не могут плавать, это уже будет опасность большая. И таких мест вблизи Тюмени десятки. Но в этом году в городе появится еще один официальный пляж. Озеро Круглое. В истории современной России здесь никогда не было официального пляжа. Однако каждый купальный сезон на его берегах много отдыхающих. И после каждого сезона 2-3 утонувших. В этом году здесь планируется оборудовать официальный пляж. Сейчас спасатели получили 17 заявок на проверку пляжей и чистку дна. Однако после начала купального сезона они еще будут поступать. В среднем каждый год в Тюменской области открыто около 30 официальных мест для купания. Ишимская МЧС готовит документы на представление к награде своего земляка. Житель Синицынского бора Сергей Жилин в начале мая спас утопающего ребенка. На турбазе, где он работает, компания местных мальчишек каталась на плоту. И случайно двое из них упали в воду. Один выбрался сам, а второго Сергей Жилин несколько минут искал в мутной холодной воде. С мостика прыгнул. Найти не могу. Попробовал вниз головой нырнуть не могу. Купы наполовину погружаюсь и все. И в голове темно. Ну давай ногами там шерудить. Отталкивался от этого просто. Сюда ногами достаю, думаю, зацеплю. Не могу. Вот тут напугался, что не найду. Сергей Егорович вытащил мальчика из воды и сделал искусное дыхание. По словам врачей скорой, если бы не быстрая и правильная помощь мужчины, то неизвестно, чем бы закончилась эта история. Паводок в нашем регионе медленно, но верно сдает свои позиции. Но успокаиваться рано. Повышенный класс пожарной опасности уже введен в трех районах области. Это Тюменский, Ишимский и Тобольский. Там для работы привлекается воздушная техника. Над Тюменскими лесами поднялась и наш корреспондент Анастасия Нахрачева. Василий Абрамов в небе 15 лет. Пока напарник управляет штурвалом, он смотрит по сторонам. Главная задача летчика-наблюдателя – передать координаты пожаров. Квартал 128, район Вензелей. Значит, дымит внутри, опахано. Все под контролем. Распространения огня нет. Эту информацию передают в региональную диспетчерскую Тюменской авиабазы либо в районную в зависимости от местонахождения самолета. Всего с воздуха за лесопожарная обстановка. Ежедневно следят четыре воздушных судна СК-12 «Орион». Если видим дым, то есть дым точки, неважно, что это будет, гореть поля, свалки, еще что-то. То есть мы идем туда и смотрим, угрожает это лесу, угрожает ли это лесным массивом. Вчера в пригороде Тюмени было зафиксировано два возгорания. Сегодня они уже ликвидированы. А это небольшое задымление в районе деревни Марай. Несмотря на четвертый класс пожарной опасности, обстановка в регионе пока стабильная. И запаводка почва сырая. За окном иллюминатора Тюменский район мы находимся на высоте 600 метров. Каждый день Тюменский авиапатруль облетает 10 районов общей протяженностью 650 километров. На данный момент на территории области зафиксировано 33 лесных и 61 ландшафтный пожар. Последние, самые опасные из-за них в большинстве случаев и возникают крупные возгорания. Тюменская авиабаза взаимодействует при тушении ландшафтных пожаров с органами местного самоуправления, с МЧС. Участвуем в тушении всех ландшафтных пожаров. В связи с этим, по сравнению с прошлым годом, количество и площадь пожаров уменьшилось в разы. Сообщить о пожаре можно по телефону горячей линии, а также отправив смс на короткий номер 3434 со словом лес. Для удобства тюменцы могут воспользоваться бесплатным мобильным приложением. Берегите лес. Правительство Тюменской области и фракция «Единая Россия» в облдуме начали работу над законопроектом, предусматривающим увеличение льготы на капремонт для граждан старше 70 лет. Напомним, с такой инициативой выступил глава региона, член Высшего совета «Единой России» Владимир Якушев. На какую площадь это делать, в каком объеме, вот здесь, наверное, вопрос дискуссионный. Но то, что такое решение должно быть, и мы должны его с вами сформулировать, такое решение принять, это, мне кажется, назрело. Я думаю, что это будет совершенно правильное, социально оправданное решение. Сейчас тюменцы, достигшие 80-летнего возраста, имеют право на льготу в 100%, а 70-летние только в 50%. Новый законопроект позволит получить пожилым людям дополнительную поддержку при плате за капремонт. Мы уже взаимодействуем с соответствующими структурами, я имею в виду фракцию «Единая Россия». И я думаю, мы достаточно оперативно сможем подготовить новый законопроект, который даст, скажем так, больше льгот. Я думаю, что мы постараемся его сделать до летних каникул. Пока город спит, в Тюмени идет фрезерование основных магистралей. Во избежание транспортного коллапса работы ведутся в ночное время. Сначала верхний слой асфальта снимается, на следующую ночь укладывается свежий. Задействована самая современная техника, она способна работать практически самостоятельно. Ну самое главное то, что собирается, ширитель еще есть, до 9 метров может собираться. Во-первых. А во-вторых, новый укладчик. Ровно ложит. Рябьи нет. Более 450 тысяч квадратных метров дорог будет отремонтировано в Тюмени за этот сезон. Работы ведутся по программе дорожной безопасности. Если где-то есть отклонение от нормы, этот участок вносится в список объектов, на которые требуется провести ремонтные работы. Основные улицы это вот Республики, 50 лет Октября, Мельникайте, улица Челюскинцев, уже работы активно ведутся, Орджиникидзе. То есть более 40 объектов. Проводить работы в ночное время предложил губернатор области Владимир Якушев. Таким образом, горожанам будет доставлено меньше неудобств. Выражение «мой дом, моя крепость» может несколько подрастерять свою былую актуальность. Жителей многоквартирников в Тюмени заставляют убирать тамбурные двери. Представители управляющих компаний даже грозят выставлять счет собственникам, если требования не будут выполнены. Кому помешали металлические конструкции, знает Евгения Зубцова. Свою квартиру Наталья вместе с соседями оградила 27 лет назад. Тогда они в складчину установили железную дверь. С ней намного спокойнее делится хозяйка, ведь ее входная из дерева. А тут пришло уведомление от ССЖ снять дверь с петель в течение 10 дней. Такое ощущение, что как будто хотят помочь домушникам. Хотят действительно упростить их проживание в этом мире. Все соседи абсолютно против. У каждого есть свое мнение. У меня на счет свое. Я абсолютно помню, каким был подъезд через год после его заселения. Тогда непроженные гости еще и мусорили в подъезде. Для других соседей тамбур стал хранилищем овощей, велосипедов и других вещей, которым, на их взгляд, не место в квартире. Такие двери есть почти в каждом доме старой застройки. Только здесь их почти 140 штук. Конечно, это очень удобно. Появляются дополнительные квадратные метры. Но, как выяснилось, не всегда это законно. Спирить двери потребовал инспектор пошнодзора. Вот, кстати, его предписание показывает председатель ССЖ. Проверка была 12 мая. На демонтаж он дал почти год. Но Лариса Юрьевна решила по-быстрому разобраться. Ведь организации грозит штраф до 150 тысяч рублей. Это может растянуться на тот же год, как это уже растягивается на протяжении четырех лет. То есть эта ситуация может повториться. И я работаю именно так. То есть мне нужно решить проблему и переходить к следующим. Тамбурные двери в доме Натальи не предусмотрены застройкой, объясняет инспектор МЧС. Значит, это нарушение правил пожарной безопасности. Выявляет такие факты во время плановых проверок. Причем не первый год. Сегодня очередь дошла до этого многоквартирника. Домов таких достаточно много, где есть такие нарушения. Но не во все дома мы имеем право зайти с проверкой. Будет проверка, будет дом проверен, будет выдано предписание. Устранять нарушение требований пожарной безопасности обязательно. Председатель ТСЖ решила, там, где проигнорируют требования, сама спилит двери. А счет выставит собственникам. Это будет дешевле, чем платить огромный штраф. В Тюмени на этой неделе вручали медали «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Всего наградили 14 многодетных мам и 17 пап. Кроме знаков отличия, выдали и денежную премию. А при выходе на пенсию они могут претендовать на статус ветерана труда. Многие дети пришли поддержать своих родителей. Когда они радуют меня, когда они послушны, когда они помогают, когда они приходят с оценками отличными, когда они участвуют в олимпиадах. И у меня слезы на глазах, когда я горжусь и вижу, что мой ребенок достигает таких высот. Для меня самое большое счастье, когда все дома. А в целом многодетных семей в регионе с каждым годом становится все больше. У вас более 19 тысяч. Если мы возьмем пятилетний такой вот отрезок, то это почти в пять раз увеличение прошло. Поэтому огромное тоже вам за это спасибо. 4 июня в Тюменском выставочном зале пройдет конкурс красоты среди собак. На участие в нем уже заявилось более 400 представителей самых разных пород. По словам организаторов, приедут даже собаководы из Омска, Челябинска, Новосибирска и других областей. Жюри оценит внешний вид и физические данные животного. Кроме того, все собаки должны иметь прививки и документы, подтверждающие породность. За это победитель конкурса получит призовой кубок и вкусное угощение. В областном центре на этой неделе презентовали второй том энциклопедии, где собраны факты о жизни журналистов. От первой радиостанции в 30-м году до современных. Как утверждают авторы, они не забыли упомянуть ни одного выдающегося тюменского радиожурналиста, в том числе и сотрудников Сибинформбюро. Главные лица издания 150 журналистов-ветеранов. Герои второго тома уже получили издание в подарок. В печать скоро выйдет и третий об истории тюменского телевидения. Это была программа частности в студии работ Лван Стрижов. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok